Ребятки, всем огромнейший привет, вы как всегда на канале Семена Чемоданах, с вами я Славян, все дружно здесь, в полном составе, прекрасный вид на гору с надписью Геленджик, мы отправляемся на прогулку, сегодня мы задумали сгонять в одно природное место, но не знаю получится ли у нас это сделать, в любом случае сначала идем к морю, подышим морским воздухом, потупим на солнышке, у нас сегодня шикарное солнце, ветер, вообще такой легкий-легкий, но очень холодный, ну а дальше посмотрим, что у нас сегодня будет, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если не подписались, иди еще до сих пор, пишите комментарии, И погнали Мы решили к морю сейчас дойти нашим новым путем, который мы вчера для себя открыли, просто выходишь и получается из района, у нас вот он район, вот он выход из района, просто по прямой прямо, и там уже начинается основная набережная На всем юге, кстати, зацвели вот эти красивые деревья, где-то беленький оттенок, где-то больше розовенький оттенок, а также цветет сейчас магнолия, повсюду, поэтому не упускайте возможности, приезжайте на юг, делайте классные фотографии Вот они, красивые деревья Настенька, что это за деревья? Может персик, я не знаю Нет, они персик В общем, что это, напишите в комментариях, кто знает, и они повсюду вообще Короче, у нас с ботаникой проблемы, хотя я, кстати, в детстве любила в школе, но, наверное, это... Ты любишь цветы, что за ними ухаживаю я Ну, я любила изучать всякие клетки, у меня пятерка была по биологии Вот еще, видите, красивые А вот название цветов, вот я многих... Да, просто мы выросли в Забайкале, у нас другие растения, поэтому на юге я вообще теряюсь вот в этих цветах Ага Надо изучать, а вы пишите, когда... видите у нас на видео, пишите, что там за растениями И мы вместе с вами будем изучать Да, мы хотя бы будем за счет того, чтобы нам рассказывать и образовываться Подходим к набережной, тут, видите, эти геленджикские попугаи Хлебыши кушают, им кто-то принес Но они вот с таким вот великолепным видом, посмотрите, это делают Классно, мы дошли буквально, я не знаю, на 5 минут, учитывая, что мы еще с детьми, с коляской Ну, может быть, 6, может быть, 7 минут, и вот мы уже, получается, на чуть другой стороне набережной То есть, если мы раньше ходили вот оттуда, делали такой достаточно приличный крюк То сейчас вот, оказывается, можно прям вот так пройтись по прямой И все, и мы на набережной Сейчас пойдемте с вами море щупать, трогать, любоваться Какая красотища, где бы ты ни оказался в Геленджике Всегда эта надпись Геленджик у тебя здесь есть Всегда видно, вон лошадки уже начинают заниматься Привет Смотрите, прекрасная надпись вообще Отовсюду ее видно, как будто бы она преследует штиль На море сегодня так и манит покупаться, разбежаться и забежать в море Парусные яхточки стоят, пока занятия не проходят Писающе Папа Сегодня шикарнейшая погода в ближайшие 2 дня Вроде как тоже будет хорошее А завтра, послезавтра вроде как вообще даже без облачков Ну посмотрим Надеюсь, сегодня у нас получится закат снять, но будет видно чуть позже Такое здесь спокойствие, да? Так спокойно? Да Да Вот прям умиротворение такое Да Ну по крайней мере, что 30 Я вообще люблю с утра гулять нужно везде, да? Всегда Ну Потому что еще людей мало и вот так хорошо каждый своим делом Кто-то с маленькими детками гуляет, детки все равно стоят Кто-то спортом занимается, да? Так здорово вообще Наши залипают на море Наши мальчишки Они не любят море Мне кажется, это для них любимая площадка Ну вот я говорил, да, уже про эту площадку, смотрите Такая огромнейшая сосна И вот так хикс Такой тенек И самый кайфовый С ребенком гуляете Смотрите на море Любуетесь Ну и самое главное 2 шага делаете И вы оказываетесь, представляете? На Багамах, друзья Это вам не хухры-мухры, это Багамы Хаааа Потрясающе Смотрите, какой цвет море изумительный Хочу потрогать воду Она однозначно очень-очень холодная Не хочется намочить Уаааааа Ледяная Сейчас труду понюхать надо еще Не, слушайте, нормально, пахнет морем, кстати Вроде, не канавкой Чайки плавают так хочу вам показать смотрите время 1 23 5 0 4 воздух 11 градусов вода 11 градусов вода кстати потеплела на 2 градуса так что можно смело на стенка брать купальник одевать забегать морозить без головы хотя бы мы решили приехать домой пообедать и потом уже отправиться в это место надеюсь получится доехать надеюсь дороги нам позволят надеюсь спустимся все-таки был ночью дождик вот сейчас все вместе с вами проверим сейчас главное подкрепиться немножко покажу вам вид с нашего балкона смотрите я вот утром в телеграме показываю вот у нас щель щель на море щель на зеленое такое красивое поле яркое и вид на гору с надписью геленджик пока мы обедаем вспоминаю что завтра нужно ехать в сочи для того чтобы показать оригинал документов на загранпаспорт так неохота ехать 6 часов ехать туда это получается мне либо сегодня стартовать либо завтра очень рано утром и прием в 11 там с копейками мы-то думали что мы в сочи будем переезжать переехали в геленджик в итоге сейчас решаю отменяю заявление и буду переносить на геленджик но тогда сроки и паспорта сдвигаются ну и главное чтобы госпошлина не сгорела вышли на улицу я злой вообще нереально вот я давно так не злился полтора часа меня праву рыжили пишу в техподдержку и уточняю информацию по поводу того что я не ну как бы я не хочу ехать сочи из-за этого вопроса игрю можно ли мне как-то перенести значит запись на например на геленджик она говорит нет это технически как бы сделать невозможно нужно вам просто отменить это заявление и подать заново ok я согласен на то что я месяц например сейчас снова потеряю как бы ладно не вопрос просто не хочется ехать в итоге я говорю я не могу отменить заявление она мне говорит что вам нужно сначала отменить запись на завтра и потом уже только отменить заявление я говорю ok я отменяю запись начинают менять заявление от заявления не отменяется и пишет что невозможно отменить по той причине что он так как уже оплачено госпошлина и госпошлина как бы уже прошла в их ведомство я пишу говорю как не с этим быть она грит извините ничем не могу помочь включает какую-то дурочку с переулочка и начинает не горит я вам уже объяснила как делать по другому не получится других функций в нашем портале короче нету я говорю молодец то есть за твоей некомпетенции я теперь должен жестко пострадать и получается что заново записаться в мвд нельзя отменить через онлайн заявление получается что теперь тоже нельзя а чтобы его отменить так как прошла госпошлина мне нужно в любом случае явиться в сочи написать теперь заявление об отмене вот у меня вообще просто нет слов я прям я так жестко разнервничался из-за этого и в итоге я плюнул игру никуда мы сегодня поедем вот и нафиг а чё делать завтра ехать не ехать как писать заявление вообще просто все планы срубила потому что какая-то одна сидит которая вообще не знает что нужно отвечать она некомпетентна и короче полный трындец единственная приятная пока новость это то что нас это заказала мирончику что-то заказал стульчик наконец-то и стульчики для купания вот и обычно короче стульчик сейчас вот будем получать и позже распакуем место в ожидании в ожидании теперь просто лестница еще ступенька с коляской конечно неудобно это было сделать давать тёмка товар чё зря зря рожали что на самом деле в коробке и не знаю что такую коробку достаточно было стреча обмотать и все давайте пацаны все пойдем теперь и гулять с коробкой пойдем до моря с коробкой на пляже будете идти тоже с коробкой да такой насти мне не влезет наш не влезет я сразу сказал я не знаю у меня просто не хватает зла от того как работают наши вот эти госорганизации просто до трясучки вот сколько раз пытаюсь что-то сделать все через задницу вот последний там сталкивался это с этим получала как она называется правильно свидетельство многодетности да потом еще в этот сталкивался на учет последний раз когда машину ставили в общем куча геморроя ничего не отработано специалисты получать скинули вы и они некомпетентны абсолютно вообще ничего не знаю как говорится на понаберут по объявлению в общем сейчас по телефону мне еще раз тоже самое озвучили а единственное что объяснила как повторно записаться надеюсь получится повторно записаться сейчас буду пробовать сейчас чуть позже расскажу пока снова пытаюсь дозвониться конечно вообще ничего не получается я хочу показать море смотрите вот была волна из утра даже была волна а сегодня штиль цвет моря такое красивое но прозрачное единственное там набило много мусора сейчас туда пройдусь покажу вам вот он цвет моря потрясающе да и а вот тут вот он гляньте сколько мусора чего там только нету шторм сбаламутил все это дело короче записался вообще на другую дату вот безумно неохота ехать и надеюсь вообще в принципе получится что все примут с первого раза не знаю все конечно расстроен просто по максимуму что он все работает через жопу покажу вам море лучше на эти какой прекраснейший цвет чуть-чуть ветер уже начал дуть это видимо ближе к вечеру и штиль морской нарушился вот такими волнами но вода прекрасная пойдемте вот погодка сегодня вроде солнце светит ветер так прекращается и прям становится жарко хочется расстегнуться тут же начинает дуть прям такой знаете он наш ледяной как вот я не знаю как будто на тебя снег бросают и сразу хочется укутаться и бежать куда-то в тепло но все равно то что ты гуляешь с коляской и вот с таким вот видом на море пусть дует ветер сколько ему хочется главное что такой вид продолжаем изучать город коль за сегодня получилось поездочки идем значит мы по улице полевая что ли называется весь рынок на полевой вот сейчас пойдем на рынок я надеюсь что он еще работает что то мы вечером глядя идем на рынок зашли здесь магазин агрокомплекс я ни разу такого не видел чтобы поштучно продавались яйца 7 рублей штука так вот мы и дошли торговый комплекс называется ну по сути рынок на такие всякие палаточки тудым-сюдым и овощи фрукты купили мы немного овощей чтобы на попе не было прощей это ну чё сказать вообще по рынку мясо конечно дорогое здесь вот мы например в краснодаре у нас покупали фарш за 300 с чем-то грудка например было тоже что 300 с чем-то здесь грубо говоря все мясо рублей на 100 на 150 дороже овощи ну вот мы выгодно взяли мы зашли спросили там в первой палатке кабачки за 300 мы купили за 200 огурцы взяли по 100 рублей ну то есть надо смотреть десна что мне не нравится на рынках когда ты приходишь не хочется покупать там где нет цен то есть я принц всегда это говорил и говорю что тебя может продавец просто считать так а тебе мы продавать будем кабачки по 300 а вот тебе по 250 чтобы ты купил как бы нет цены это конечно плохо вот когда с района пошли я беру давайте муж на машине доедем в итоге что тому му 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 пошли опять и опять это еще огромный пакет причем это мы тащили один пакет с рынка сюда и теперь поднимаемся в горку дурная голова ногам покоя не дает сегодня будем готовить мясо на ужин картошечку взяли сейчас все покажем расскажем но единственно что нас нет духовки и от этого грустно у нас одна сковородка даже не было сковороды сковородки но у нас с тобой своя и есть там только они маленькие поэтому мы сейчас на наше будем все что-то будем придумывать в общем который день я пытаюсь поймать закатом цель как не получается сейчас зашли домой я быстро оставил сумки игрю вот по моему сегодня должно получиться в общем я бегу на закат по моему получилось очень круто я погнал домой будем готовить ужин там наверное насенька 1 уже очумела на свете мясо жаль духовки нету сделаем картошку до 2 мы обварим к маленькой маленькой картошку пили вот это замечательная эти маленькая картошечка мы сейчас ее сварим а потом уже обжарим на сковородке вот такая красота получилось что там немного салата ну и у мирончик теперь тоже есть свой стульчик да ты рад наконец-то будешь сидеть самостоятельно дай и 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